Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Яков Берлин. Сначала коротко о некоторых темах этого выпуска. Отмененный на апрель месяц поезд с майских праздников на Костомухшу будет восстановлен. Работа пригородных поездов, строительство завода по переработке мусора, уборка улиц в Петрозаводске. Эти и другие темы обсудил глава республики с депутатами Карельского парламента. Сейчас нужно, на нас, как сказать, возлагаются особые требования. Теперь мы понимаем, что нужно работать с большей отдачей, чтобы теперь уже не потерять эту лицензию. Первую лицензию на работу получили сегодня управляющие компании. В их числе пять организаций из Петрозаводска и одна из Сартовалы. В столицу Карелии с концертом посетил один из известнейших джазовых вокалистов современности Джейми Дэвис. Сегодня Александр Худилайнин и министры правительства встретились с депутатами Карельского парламента. Народных избранников интересовали перспективы строительства завода по переработке мусора в республике, восстановление маршрутов пригородных поездов, уборка улиц в Петрозаводске, ход лицензирование управляющих компаний. Встреча продлилась более двух часов. На ней побывал наш корреспондент Максим Смирнов. На встречу с главой республики собрался практически весь депутатский корпус Карельского парламента. Все фракции заранее заготовили вопросы. Первый о мусороперерабатывающем заводе. Александр Худилайнин рассказал, что инвестор готов построить завод по переработке мусора недалеко от Петрозаводска в Пляжинском районе. В прошлом году был заключен договор с питерской компанией ресурсосбережения. Инвестор с реальными деньгами, с реально реализованным аналогичным проектом в Санкт-Петербурге, поэтому слава богу, что он заходит к нам в Карелю. Финансирование проекта на основе государственно-частного партнерства стоимость 877 миллионов рублей. В этом году должна быть разработана проектно-сметная документация, а в 2016 начнется непосредственно строительство. Завод предполагает переработку 200 тысяч тонн в год. Это покроет в прозвучии все твердые бытовые отходы на территории Петрозаводска горского округа и трех муниципальных образований, которые я озвучил. Кандапурский, Пляжинский и Плянирский муниципальные районы. Другой актуальный вопрос – сохранение пассажирских железнодорожных рейсов Петрозаводск-Костомукша. Глава сообщил, что состав вновь будет ходить трижды в неделю, а не два, как планировала сделать железная дорога. Об этом договорились. К счастью, умудряемся договариваться с северо-западной пассажирской компанией. Отмененный на апрель месяц поезд с майских праздников на Костомукшу будет восстановлен. Поэтому, безусловно, там непростая ситуация. И, безусловно, перекладывание сегодня убытков на население, на регионы со стороны железной дороги, наверное, не есть хорошо. На встрече депутаты затронули вопрос качества уборки улиц Петрозаводска. Председатель Республиканского госкомитета по транспорту Игорь Жидановский пояснил депутатам, что подрядчику республиканскому государственному предприятию МОСТ городская администрация до сих пор не перечислила деньги за первые три месяца работы. О своем отношении к проблеме уборки улиц Петрозаводска и о том, как урегулировать ситуацию, депутаты спросили главу республики. Уберут город, мы заставим это сделать. В любом случае, есть санкции, есть рычаги воздействия, будем убирать город. Если не справляется администрация города, будем использовать другие рычаги воздействия на ГУП МОСТ. Если не сможет выполнить, будем по-другому разбираться. На встрече депутаты также интересовались, как идет лицензирование управляющих компаний. Руководитель жилой инспекции доложил, что на этой неделе первые шесть компаний получат лицензии на работу. Их руководители и работники успешно прошли аттестацию. Всего с начала года аттестовано более сотни руководителей. Компании ждут решения лицензионной комиссии. Всего в республике зарегистрировано 126 управляющих компаний. Все они подали заявление на получение лицензии. На встрече с депутатами ЗАГС Собрания Александр Худиланин выразил надежду, что и с народными избранниками Петрозаводска можно будет проводить такие же встречи. Сегодняшний диалог с депутатами состоялся в преддверии отчета главы Карелии перед законодательным собранием, который запланирован на 16 апреля. И еще о вопросе лицензирования управляющих компаний, затронутом на встрече главы Карелии и депутатов. Сегодня лицензии на работу выдали первым шести организациям. Из них пять в Петрозаводске и одна всортовали. На сегодняшний день процедуру лицензирования все еще проходят 94 управляющие компании. Напомним, получить разрешение на работу все они должны до 1 мая. В противном случае им придется прекратить свою деятельность. На церемонии вручения первых лицензий побывал наш корреспондент Алиса Агранович. Общество с ограниченной ответственностью, коммунальная служба. Всего лицензии сегодня получили шесть управляющих компаний. Напомню, для этого руководитель каждой должен был дать экзамен. Кроме того, лицензионная комиссия проверяла, в порядке ли документы компании, выполняет ли она стандарты раскрытия информации, то есть вовремя ли отчитывается перед населением. Вся эта процедура заставила уже взрослых людей, директоров управляющих компаний, на время вспомнить студенческую юность. Готовились, конечно, волновались, сдавали экзамены. Вот сегодня мы, конечно, с таким чувством удовлетворения довольны. Да, камень с души, но не совсем, потому что сейчас нужно, на нас, как сказать, возлагаются особые требования. Теперь мы понимаем, что нужно работать с большей отдачей, чтобы теперь уже не потерять эту лицензию. Лицензию можно потерять, если будут жалобы жильцов на невыполнение обязательств. Хотя сейчас лицензионную комиссию гораздо больше волнуют те компании, которые еще не получили лицензии, а особенно компании в районах Карелии. В том числе и в Примерском районе есть управляющие компании, в Петрозаводске есть такие управляющие компании, например МКС, которые полностью не раскрываются над стандартной формацией. По большому счету мы не имеем права выдать ему лицензию. Но в то же время мы понимаем, что желающих прийти на рынок управления квартирными домами в районах, где низкая собираемость, где очень ветхий жилой фонд, где коммерческая организация и управляющая компания – это неинтересно. В том случае, если управляющая компания все же по любым причинам не сможет получить лицензию до 1 мая, ее работа будет остановлена. Задача найти новую организацию или обеспечить бесхозные дома какой-либо формой управления ляжет на муниципалитеты. Детский обмунсмен Карелии Оксана Старшова направила в Следственный комитет Республики ходатайство в интересах детей, задержанного недавно депутата Ветросовета Ольги Залецкой. Об этом уполномоченная по правам ребенка в Карелии сообщила на заседании Совета при главе Карелии по содействию развитию гражданского общества и правам человека. Оксана Старшова сообщила, что сделала все необходимые запросы в различные ведомства и, получив на них ответы накануне 31 марта, она направила в Следком ходатайство. Сделать это раньше не позволили процедуры с документами. Я очень благодарю Александра Петровича за то, что в ходе рабочей встречи, которая состоялась утром, где мы обсуждали вопросы, связанные с моим сегодняшним отчетом, он поддержал уже отправленное в Следственное управление обращение о интересах детей, задержанной Залецкой. Напомню, депутата Петрозаводского горсовета Ольгу Залецкую задержали неделю назад по подозрению в мошенничестве и по решению суда оставили под арестом до конца апреля. Дома у нее остались двое несовершеннолетних детей. Оксана Старшова сообщила, что за 4 месяца с момента ее назначения она направила уже 9 таких ходатайств суды и правоохранительные органы. Также за время своей работы детский обоцмен получил 110 обращений по фактам нарушения прав детей. Большинство из них из Петрозаводска. Касаются они прав ребенка на дошкольное образование, получение социальных услуг и решение жилищных проблем. В 13 случаях факт нарушения прав детей подтвердился. В планах уполномоченного по правам ребенка на этот год, создание Детского общественного совета, работа по совершенствованию законодательной базы, актуализация проблем детей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое. В правительстве Карелии состоялось заседание Координационного совета при главе республики по вопросам кадровой политики и профессионального образования. Министр труда и занятости Карелии Иван Скрыников рассказал о текущей ситуации на рынке труда. Особенно большой дефицит наблюдается в уровне среднего начального профессионального образования, по рабочим профессиям в 2,6 раза потребность работодателей бизнеса выше, чем выпускается нашими учебными заведениями. По высшему и среднему образованию ситуация обратная. Количество выпускников превышает потребность потенциальных работодателей. Проректор Госуниверситета Константин Тарасов рассказал, что ВУЗ в связи с этим ведет особую работу, ориентированную на практику и установку связей с работодателями. Вот буквально тоже свежий коллегий пример. Две недели назад была встреча с руководителем жилищной инспекции республики Карелия. Сказал, что он готов и курс разработать при помощи коллег, и взять уже этим летом 15-20 даже, да, 15-20 человек со строительного факультета. Заместитель главы Карелии Валентина Улич отметила, что необходимо создать условия, которые бы позволили молодому специалисту реализовать все свои профессиональные личностные амбиции именно на территории Карелии. И решить эту задачу можно только совместными силами органов власти республики, системы образования и потенциальных работодателей. А сейчас коротко о других событиях республики. Очаги возгорания на полигоне твердых бытовых отходов сегодня начали засыпать грунтом. Такое решение было принято накануне. Верховой пожар, возникший еще на прошлой неделе, был потушен, однако в глубине свалки продолжалось тление, которое раздувало сильным ветром. По оценке специалистов, засыпка грунтом параллельно с тушением водой поможет ликвидировать возгорание полностью. Проведение испытаний тепловых сетей и временное отключение горячей воды в Петрозаводске начнется с середины мая. Первыми 18 мая отключат котельные на Соломинском шоссе и птицефабрики. С 1 по 22 июня горячей воды не будет на Куковке, Древлянке, Галиковке, Зарике, в Пятом поселке, Сулож-Горе и в центре города. Последние отключения пройдут с 29 июня по 12 июля на Ключевой и в Соломино. Новый центр культурного развития появится в Костомукше. 50 миллионов на его строительство выделят из федерального бюджета. Дмитрий Медведев подвисал распоряжение, согласно которому 18 субъектов страны получат финансовую помощь на строительство 22 центров культурного развития в рамках государственной программы развития культуры и туризма. 4 апреля в Медвежегорске пройдет чемпионат Северо-Запада по Кёкунсинкай. На соревнования приедут около 50 спортсменов из Ленинградской, Мурманской, Архангельской и Новгородской областей. Карелию представят спортсмены из Беломорского, Сегежского, Медвежегорского, Сартовальского районов и Петрозаводска. По итогам состязания организаторы определяют спортсменов, которые в мае поедут на всероссийский турнир. Столицу Карелии с концертом посетил один из известнейших джазовых вокалистов современности Джейми Дэвис. Петрозаводская публика услышала в его исполнении джазовую классику и аранжировки популярнейших эстрадных хитов от Коула Портера и Стиви Уандера. А пел великий джазмен под аккомпинемент известного петрозаводского ансамбля «Аджаз». За подготовкой к единственному в Карелии концерту звездного исполнителя наблюдала Алена Сянти. Восторженный крик Джейми Дэвиса адресован петрозаводскому ансамблю «Аджаз». Именно с ним, легендарному джазмену, предстоит выступить на сцене Карельской филармонии. До концерта всего три часа, а музыканты увидели друг друга впервые на этой единственной репетиции. Но это никого не пугает. Я просто могу подняться к ним на сцену, показать, как я хочу это услышать. И мы начинаем творить музыку. Я полагаю, что они знают свои инструменты. И они в нужное время, в нужном месте. Потому что они любят джаз. Это то, что делает джаз уникальным. Один из величайших джазовых вокалистов Америки родился в 49-м году. В его семье музицировали родители. Братья и сестры пели в церковном хоре. Поэтому он, седьмой ребенок в семье, не мог не заниматься музыкой. В 13 лет Дэвис создает свой первый джаз-бенд. Большой профессиональной школой оказалась служба в армейском музыкальном отряде. Это было самое начало 60-х. Золотая эра джаза. Именно тогда сформировался непередаваемый стиль Джейми Дэвиса. Инновации и джазовая классика, элементы блюза и соула. Все это принесло заслуженную славу музыканту с мощным, чувственным баритоном. Бархатный голос этого исполнителя критики называют также сахарным и идеальным. В репертуаре этого артиста лучшие джазовые стандарты и аранжировки популярнейших эстрадных хитов. Случались ли с вами на концертах какие-то смешные ситуации? Иногда песни начинаются одинаково. Иногда на концерте начинаешь не ту песню, которая должна звучать. А тексты всех песен вы помните? Иногда забываю и приходится что-то импровизировать, пока слова не вспомнятся. Джейми Дэвис считает, что джаз одинаково хорошо воспринимают во всех странах мира. Главное это, чтобы он исполнялся с душой. Несмотря на то, что эмоции люди ощущают по-разному, в музыке можно обмениваться переживаниями и таким образом наладить контакт и понять друг друга. Этот обмен эмоциями Джейми Дэвис и называет искусством джаза. День смеха студенты Петрозаводского госуниверситета отметили традиционным шествием. Учащиеся всех факультетов дружной толпой прошлись по проспекту Ленина. Это же Карл Борн! Да, прости, ведь я поэты не спросил, чтобы номер носить. Денис, псих, фри, честной мудрости. Началось шествие от здания вуза. Как заявляли организаторы, его тематика – комиксы Марвел. Однако реальных персонажей оказалось не слишком много. Большинство студентов пришло без костюмов вовсе, либо оделались масками и париками. Поэтому раскрасить пасмурный день яркими красками не получилось. Ситуацию спасли громкая музыка и вот такие танцующие мультяшные герои. Это все новости на сегодня. В студии был Яков Берлин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова